С наступлением первых заморозков бойцам, участвующим в спецоперации на Украине, придется доставать из гардероба более серьезный арсенал – теплые носки. И вряд ли кто поспорит, что самые лучшие и уютные – это бабушкины вязаные носки из толстой нити, выполненные с особой любовью. 82-летняя Фатима Аркенова из Черкеска своими руками связала для наших ребят больше 500 паршественных носков. Фатима Даурова о теплоте не только физической, но и душевной. Звонкий голос Фатимы Аркеновой поет строчки из народного фольклора. Песня о том, как девушка ждет приезда любимого со службы. Под мелодичные напевы, привычные к вязанию пальцы, выстраивает бабушкины лицевые петли в ряд. Послушная пряжа ложится красиво. Мастерство вязания Фатима Хаджимуратовна научилась еще в детстве, наблюдая за тем, как это делает соседка. В далеких казахских степях, где во время депортации жила семья нашей героини, зимы были ветреные и холодные. И только изделие из натуральной овечьей шерсти спасало от морозных дней и ночей. И пришла, начала вязать. Отец тогда мой работал чабаном. Они осень уезжали, весной в мае приезжали. Вот мне пришлось в голову папу связать, пока папа придет на смену, сделать носки. Я целую ночь сидела, вязала. И пятку я не такую сделала. Потом опять к этой девушке подхожу, ничего не говорю, смотрю. Как раз она делает пятку. Я быстро бегом пришла, распорола свой носок и пятку связала. И с тех пор бабушка Фатима вяжет в семье, родственникам, соседям. Три года из-за болезни она была прикована к кровати. Единственное, что ее отвлекало от тягот недуга – любимое занятие – вязание. За это время она успела связать более 500 пар носков. Они лежали и ждали своего часа. Он пришел, когда Фатима Хаджимуратовна услышала о наших парнях, выполняющих свой долг в зоне боевых действий. Большое материнское сердце отозвалось теплотой и заботой к каждому из них. Три года вообще я не ходила. И вот я вспомнила, сделаю, сижу, сделаю носки, ну пригодится это. А я думаю, вот эту я слышала, я хочу от души передать им, чтобы они носили ноги, чтобы были у них теплые. Дай Бог, чтобы они все живыми, здоровыми вернулись к своим родителям, матерям, сестрам. Проявленную матерью заботу разделили с ней и ее дочери. Их руками, аккуратно, ряд в ряд, в большие сумки уложены теплые носки маминого производства. Хочется, чтобы наши ребята были теплее, обогреты, чтобы им было комфортно воевать за нас. Они пошли за нас, за всех, за нашу мирную жизнь. Если бы они не пошли, мы не знаем, что было бы с нами и с нашими детьми. Я хочу выразить им благодарность за то, что они смело пошли за нас. Это та малая часть, что мы можем для них сделать, чтобы им было теплее, от рук моей мамы, от наших сердец. Совсем скоро вместе с очередным грузом гуманитарной помощи при содействии регионального отделения партии «Единая Россия» они отправятся к нашим бойцам на передовую. Наступающие холода ребята уже встретят в теплых шестяных носках от бабушки Фатимы. А тем временем петли завязываются в очередной носок, все так же под тихий напев мастерицы. Фатима Дорова, Расул Бердия, Вести, Карачаево, Черкесия. Фатима Дорова, Расул Бердия, Вести, Карачаево, Черкесия.